Подведем итоги выступлений российских школьников и студентов на международных олимпиадах в 2021 году. Ребята в составе российских сборных команд в общей сложности завоевали 38 медалей на основных международных олимпиадах по математике, биологии, химии, физике, информатике, астрономии и астрофизике, географии, а также на международной естественно-научной олимпиаде юниоров 31 золотую и 7 серебряных. Помимо участия в основных международных олимпиадах, сборные команды Российской Федерации в целях подготовки к основным состязаниям выступают и на промежуточных международных олимпиадах. В 2021 году члены сборной команд приняли участие в 12 промежуточных международных олимпиадах, где показали отличные результаты, завоевав 74 медали. Итак, перечислим. Сборная России завоевала 6 медалей на международной математической олимпиаде ИМО 2021. Сборная команда завоевала 5 золотых и 1 серебряную. В неофициальном командном зачете Россия заняла второе место после Китая, опередив сборные Кореи и США и повторив результат 2020 года. Российские школьницы стали абсолютными победителями Европейской олимпиады по информатике. Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня, участие в которой приняли 156 школьниц из 39 стран, включая Россию, США, Индию и другие. Каждая из команд имела возможность заявить 4 участниц. Команда из России победила в международном чемпионате по робототехнике. Участники национальной сборной WorldSkills Россия по компетенции мобильная робототехника Владислав Дюбанов и Эльдар Сайдамедов завоевали золотую медаль на международном чемпионате. Первенство, организованное компанией Studica при поддержке WorldSkills прошло с 14 по 18 июня 2021 года в онлайн формате в рамках года инноваций. Сборная России завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде. На первой в мире девящей олимпиаде по информатике в Швейцарии россиянки завоевали 4 золота. Российские школьники победили в международной Менделеевской олимпиаде по химии. Сборная России завоевала 4 золотые медали на 10 европейской девичьей математической олимпиаде. Россия заняла первое место в неофициальном командном зачете. Сборная России завоевала 9 медалей на Romanian Master of Physics. Российские школьники завоевали 9 наград на 8 международной олимпиаде по физике. Денис Исмогилов из Долгопрудного получил золотую медаль и специальный приз за лучший эксперимент. Лев Чижов и Амир Ахунзянов из Санкт-Петербурга, москвич Артемий Новиков, Никита Лагвиненко из Новосибирска и Матвей Федин из Долгопрудного стали обладателями серебра. Бронза на счету Дмитрия Хватова из Москвы, а также Максима Кудряшова и Ксении Петуховой из Санкт-Петербурга. Сборная России успешно выступила на Скандинавско-Балтийской физической олимпиаде. Сборная России завоевала 5 золотых медалей. Русские школьники установили абсолютный рекорд на Азиатской олимпиаде по физике. На соревнованиях ученики из России побили рекорд, взяв сразу все 8 золотых медалей. Соревнования 21 по счету Азиатской олимпиады проходили в Тайване с участием 180 школьников из 23 стран. Сборная России успешно выступила на Европейской олимпиаде по физике Евро-ФО 2021. Школьники из России завоевали 3 золота на Международной олимпиаде по информатике. Юные программисты показали блестящие результаты на 33-й Международной олимпиаде школьников по информатике в Сингапуре. Четверо школьников завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали. Также наши школьники и студенты победили на международных соревнованиях по робототехнике. В Малайзии завершились международные детские соревнования. В них в онлайн формате приняли участие более 300 детей из 24 стран. Дети из России, обучающиеся в Липецком скиллс-центре, смогли занять первые места в двух категориях, а еще в одной попасть в тройку. Сборная России завоевала 6 медалей на Балтийской географической олимпиаде. Российская сборная стала первой в неофициальном командном зачете 7-й Балтийской олимпиады, которая завершилась в городе Сувалки, Польша. Российские студенты стали победителем международного турнира физиков. Команда из Московского физико-технического института МФТИ стала победителем 13-го международного турнира физиков. В финале они встретились со сборными из Украины и Бразилии. В международном турнире физиков участвуют студенты и магистранты. Соревнования включают в себя решение задач из различных разделов физики. Главная особенность турнира в том, что задачи известны почти за год до самого турнира, а их решение заключается в полноценном физическом исследовании, начиная с получения экспериментальных данных и заканчивая построением физической модели процесса. Обычно задачи турнира настолько сложные, что максимальное число баллов присуждается тому, кто наиболее близко приблизился к их решению. Сборная России получила серебряные медали на международном турнире юных физиков. Олеся Карпенко и Никита Шаров в составе сборной России выиграли серебряную медаль. Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на международной олимпиаде по физике. Все пять членов российской сборной завоевали золотые медали на 51-й международной олимпиаде по физике. Таким образом, ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль. В олимпиаде приняли участие 368 школьников из 76 стран мира. Российские школьники стали обладателями четырех медалей на международной биологической олимпиаде. Две золотых и две серебряных медали получили российские школьники на 32-й международной биологической олимпиаде, которая прошла в городе Лиссабоне, Португалия. В неофициальном медальном зачете российская сборная уступила только командам Китая и Республики Тайвань, разделив второе место с командой из США. Сборная России завоевала 7 медалей на международной олимпиаде по лингвистике. Сборная России завоевала 4 золотые медали на международной химической олимпиаде. Все участники российской сборной завоевали по золотой медали. Лучшим в команде стал Александр Трофимов из Свердловской области. Вместе с ним награды высшего достоинства получили москвичи Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чартин. Соревнование проходило в дистанционном формате в один теоретический тур. За победу боролись 312 школьников из 79 стран мира. Студенты СПБГУ заняли первое место на международной студенческой олимпиаде по математике, опередив национальную сборную Израиля. В индивидуальном зачете студенты Санкт-Петербургского университета Александр Гребенников занял второе место. Среди других высоко представленных команд из России по математической олимпиаде, Вышея, Москва и Санкт-Петербург заняли соответственно 11 и 14 место в общем рейтинге в физтех и МГУ. Чемпионат проходил с 2 по 8 августа в болгарском городе Благоевград. Сборная России завоевала 5 медалей на международной олимпиаде по экономике. Подведены итоги 4 международной олимпиады. Российские школьники завоевали 5 медалей. Золото на счету Софьи Пироговой из Москвы, серебро завоевали столичные школьники Михаил Грязнов, Максим Филиппов и Маргарита Шевцова, а также Борис Иванчиков из Челябинской области. Сборная России завоевала 4 медали на международной географической олимпиаде. На торжественной церемонии закрытия подвели итоги 7 международной географической олимпиады. Российские школьники завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. В общем командном зачете сборная России заняла первое место. Абсолютным победителем стал москвич Рустам Бегильдин. Вторая награда высшего достоинства также досталась ученику столичной школы Никите Панфилову. Обладательницами серебра стали Ольга Овчинникова из Москвы и Елена Агапова из Санкт-Петербурга. Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии. Национальная сборная заняла первое место в медальном зачете на открытом чемпионате для стран Азии, сообщает пресс-служба ОНО, агентство развития профессионального мастерства. Мы взяли 6 золотых медалей, 4 серебряных, 5 бронзовых и 1 медальон за профессионализм. Российские юниоры завоевали 5 золотых медалей и 2 серебряные, говорится в сообщении. Сборная России завоевала 4 золота на Европейской Олимпиаде юниоров по информатике. Наша сборная стала единственной командой, получившей более одной золотой медали. Все 4 школьника, входившие в российскую сборную, получили 4 золотые медали, а двое ребят заняли абсолютно первое и третье места. В этом году соревнование принимал город Плаешти, Румыния, как и в прошлом году. В связи со сложной эпидемиологической ситуации школьники принимали участие в Олимпиаде дистанционно из своих стран. Ренат Каримов из Республики Татарстан занял абсолютно первое место, а Иван Пискарев из Москвы абсолютно третье место. Сборная России заняла первое место на чемпионате Евроскилз ГРАС-2021. 26 сентября в Австрии подвели итоги Европейского чемпионата Европы по профессиональному мастерству. Национальная сборная WorldSkills России заняла первое место по результатам общекомандного медального и бального зачетов, таким образом подтвердив свое лидерство на международной арене в новых условиях в рамках первого очного первенства после пандемии. Участники российской команды завоевали 13 золотых медалей, 6 серебряных медалей, 8 бронзовых медалей, а также 5 медальонов за профессионализм по компетенциям. Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию. Также россияне стали чемпионами мира по программированию, победив в международном студенческом чемпионате мира по программированию ICPC. Финал этого соревнования прошел 5 октября в Москве. Первое место взяли студенты Нижегородского государственного университета Лобачевского Алексей Данилюк, Валерия Рябчикова и Николай Калинин. Тренерами команды выступали Алексей Шмелев и Владислав Епифанов, руководитель команды Николай Борисов. Золотые медали также получили сборный из Санкт-Петербургского университета ИТМО и МФТИ. При этом общий балл у них меньше, чем у нижегородских студентов. Бронза у команды ВШ. Российские школьники заняли первое место на международной олимпиаде румынский мастер математики. Две золотые и две серебряные медали получили российская команда на 13-й международной олимпиаде, которая завершилась в Бухаресте, Румыния. Лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай. Состязание проходило в распределенном формате и объединило 135 участников из 22 стран. Российские школьники завоевали 5 медалей на международной олимпиаде в Узбекистане. 4 золотые и одну серебряную медаль завоевали наши школьники, выступавшие на первой международной олимпиаде по физике имени Аль-Фергани. Иван Касьянов из Бийска является абсолютным победителем олимпиады. Российские участники завоевали 7 медалей на международной астрономической олимпиаде. В ней принимали участие 15 команд. Россию представляла сборная школьников из Москвы и Московской области. Она завоевала 7 медалей. Золото получили Екатерина Бабкова, Святослав Суглубов, Иван Игнатьев и Василий Муратов. Серебра удостоились Егор Макушинский, Татьяна Строганова и Екатерина Тюхтикова. Российские школьники выиграли международную олимпиаду по астрономии и астрофизике. На церемонии закрытия подвели итоги соревнования. Российские участники завоевали 10 медалей – 8 золотых и 2 серебряных. Сборная заняла первое место в неофициальном командном зачете. Абсолютным победителем олимпиады стал Максим Пермяков из Республики Мордовия. Российские студенты успешно выступили на Олимпиаде ИДЖЕМ-2021. В 2021 году 7 команд из России приняли участие в самом престижном международном конкурсе по генетической инженерии. Медалистами от России стали 3 золотые медали, 2 команды Московского государственного университета имени Ломоносова, команда Московского физико-технического института и МГУ, 2 серебряные медали, команда Новосибирского государственного университета, команда НИЦ-Курчатовского института, бронзовая медаль, команда Обнинского филиала МИФИ. Российские школьники успешно выступили на Всемирной Олимпиаде роботов. Финал World Robot Olympiad Всемирной Олимпиады роботов в этом году проходил онлайн. Это крупнейшее международное соревнование для школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 года, существующее с 2004 года. В робототехнической олимпиаде участвовали более 200 команд из 65 стран. Пять золотых медалей завоевали российские школьники на международном турнире по информатике. С 24 по 29 ноября в городе Шумин, Республика Болгария, прошел 13-й международный осенний турнир по информатике. 8 школьников в составе старшей и юниорской сборных России награждены пятью золотыми и тремя серебряными медалями. В этом году российские команды были сформированы в рамках летних учебно-тренировочных сборов, проводимых на базе Московского физико-технического института, университета Иннополис и очной площадки в образовательном центре Сириус. Московские школьники стали победителями шестой международной олимпиады мегаполисов. Медали получили 8 человек, они участвовали в состязании на основании достижений на всероссийских и международных турнирах. В личном зачете ребята показали лучший результат по физике среди всех команд. Победителями также стали сборные из Ченду, Китай, Бухареста, Кракова и Санкт-Петербурга. Соревнование проходило с 6 по 13 декабря. Чтобы принять в нем участие, ребятам не пришлось уезжать из своих стран. Олимпиада состояла из двух основных туров по четырем дисциплинам. На физике и химии нужно было продемонстрировать знания в теории и на практике. На математике и информатике школьники решали задачи. Сложность соответствовала уровню крупнейших международных олимпиад. Российские школьники заняли первое место на международной олимпиаде румынский мастер информатики. Наши школьники завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых медалей или в общей сложности 24 медали. В индивидуальном зачете абсолютным чемпионом олимпиады стал Федор Ромашов, 11-классник из Москвы. Второе место занял Данил Клищ, 11-классник из Челябинской области. Сборная России победила на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Все участники российской сборной стали обладателями золотых медалей по итогам 18-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров, которая прошла в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, в дистанционном формате. Согласно условиям олимпиады в состязании принимали участие команды школьников не старше 15 лет, 400 ребят более чем из 70 стран мира. Для выполнения заданий школьникам потребовалось знание трех предметов химии, физики и биологии. А что вы думаете по этому поводу? Пишите пожалуйста в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал.